А саме зараз пиде мова про налагодження стосунків між старшими та молодшими братами та сестрами. Потому что он настолько любит тебя, он боготворит и хочет немножко приобщиться к тебе, к твоему возрасту, к твоим умениям, к твоим опытам. То есть восприняй это как комплимент. Но если тебе это не нравится, с дошкольниками преврати в игру. Если это уже более старший возраст, у вас не такая большая разница, попытайся договориться. Это тебе умение понадобится в жизни обязательно. Тем более, это же твой самый родной, любимый человек. Дети всегда боятся, что второй заберет больше любви, больше внимания родителей, мамы и папы. Из этого и происходит, мы ревнуем и испытываем негатив. Чаще всего ревнуют старший к младшим. Потому что старшие дети, они когда рождаются, они являются центром. То есть оба родителя все внимание уделяет только старшему ребенку. Но в какой-то момент раз появляется младший ребенок. И этого внимания становится очень часто даже не в половину меньше, а в 3-4 раза меньше. Естественно, старшему непонятно, почему. Я же хороший, я много чего делаю, я умею, я стараюсь. А больше внимания и, как ему кажется, любви уделяют младшему ребенку. Если ты недоволен своими обязанностями, считаешь, что тебя перегружают, да, или это неправильно, как ваши обязанности были распределены с ребенком, постарайся об этом поговорить с родителями. И желательно сделай это по-взрослому очень красиво. Наверное, ты видел в фильмах, как это делают там врачи, собирают консилиум. Ты покажешь таким поведением, что ты действительно обдумал это. Ты обдумал свое предложение. Ты хочешь что-то предложить семье, а не просто ты недоволен. Если ты попал в ситуацию, что тебе все-таки отдали вещи и сказали, что ты донашиваешь, да, это может быть неприятно. Но с другой стороны поймешь, что твой старший брат или сестра, они вкладывали что-то в эти вещи, они тоже им нравились, они также эти вещи любили, а им было хорошо. Они что, чего-то достигали в этих вещах? Может быть, эти вещи тебе принесут также удачу? Когда у тебя появляется младший братик или сестричка, попытайся понять, насколько это здорово. У тебя всегда будет рядом человек, который тебя лучше всего понимает, который больше всего на тебя похож. Ты будешь образцом для подражания. Это всегда очень, это ответственно с одной стороны, но с другой стороны это очень приятно, когда младший на тебя смотрит, как на очень-очень хорошего человека и пытается тебя учиться. Поэтому на тебя, конечно, ложится ответственность, показать ему самое хорошее. Если ты младший, как я, я всегда чувствовала себя под защитой. У меня старший брат на 5 лет старше меня, и я всегда знала, что он придет ко мне на помощь. То есть это такая, как за каменной стеной я была. Если тебе не хватает внимания, любви, лучше подойти, сказать об этом и попросить. Давай, мама, мы сегодня полчаса прогуляемся с тобой вдвоем. Или я тебе хочу что-то рассказать. Можешь также ей отослать письмо. Очень часто это помогает, если у тебя нет возможности сказать или не хватает мужества сказать своей маме или папе о том, что тебе не хватает внимания.